Каждый раз все по-новому. День волонтера короткий, радует только то, что мороз спал. Первую фазу сильного похолодания мы в сельском мини-приюте Людмилы Чернецкой выдержали. Скажет волонтер честно, она за эти несколько дней просто вытамотилась. Минус 3 после минус 13 кажутся просто сказкой. Целый день на улице, все замерзает, каша, вода, надо успеть все сделать до темноты. Дать свежего сена нашим порнокомпытным, насыпать им корма, выпить замерзшую кашу из тарелок. Несколько раз вплоть до ночи проведать, укрыть и накормить дико, ну и соответственно убрать за ним тоже. Как-то в мороз все особенно становится очень сложно, тем более для одного человека. День короткий, поэтому ничего женщина не успевает, тем более когда дома ждет куча животных. В дом зашел, а там погром и холод, и началась вторая смена до самой поздней ночи. Но даже все это было бы ничего, если бы наши хвостатые не болели. Как говорят, мы сильные и все выдержим. Но вот что делать с больными? Из-за того, что в доме холодно, котики продолжают болеть. Очень много появляется новых простывших. У нас опять плюс 20 стита. Людмила Чернецкая надеется, что ничего другого и серьезного. Сильва и котик Петя. Пока нашла, кто ходит кровью, опять прошло какое-то время. Теперь главное успеть. В клинику выехать возможности нет. Поэтому, думая женщина, сначала подлечимся сами. Тем более, недавно цистит был у Багиры и Марсика. Так что, думая, попытаемся. Если вдруг не будет результата, придется все же везти наших котеек в больницу. Друзья, мы бесконечно благодарны всем, кто в эти долгие годы рядом с нами. Ваша помощь и поддержка бесценна для нас. Спасибо вам большое, что вы у нас есть. Животных много, старики, больные. Им всем очень нужна помощь и внимание. Пожалуйста, помогайте нам. Случаи бывают разные. Но в запасе всегда должны быть средства на непредвиденные обстоятельства, чтобы отвезти экстренных больных в клинику. А выехать в город без оплаты такси просто невозможно. Да, и его еще надо, по сути, поискать. Продолжение следует...